Российские власти намерены предъявить иск к Украине за несоблюдение условий договора о поставке электроэнергии в оккупированный Крым. Об этом заявил самопровозглашенный губернатор Севастополя Сергей Миняйло. По его словам, крымским оккупационным властям уже дано поручение посчитать убытки и передать данные в Кремль. Можем ли мы выступить как ИСы, если у нас нет договорных отношений? Поэтому, естественно, мы эту сумму ущерба считаем и будем подавать правительство Российской Федерации. А дальше уже это межгосударственные отношения России и Украины, которые обусловлены соответствующим договором, который обе стороны должны исполнять. Ответить на вопрос, нужна ли украинская электроэнергия Севастополю, так называемый губернатор не смог. По его словам, крымчане до сих пор испытывают неудобства из-за веерных включений, которые не соответствуют графику. Однако получить электроэнергию из материковой Украины означает признать зависимость от нее, говорит он. Больше двух недель ее не было. И мы с вами вот сейчас сидим, разговариваем, да, жизнь, она продолжается. Но мы всем показали, что мы можем и без них выйти из этой ситуации и нормально продолжать жить. Поэтому, на мой взгляд, возникает вопрос, а нужна ли нам она вообще, по большому счету, чтобы нас очередной раз тренировали перед праздниками, как в прошлом году было, перед Новым годом. В этом году, перед 9 мая нас пытались тренировать. Сейчас опять перед Новым годом тренируют. Вообще нужна нам или нет? Я думаю, мы и так справимся сами. После двухнедельной энергоблокады Крыма участники гражданской акции на админгранице с полуостровом разрешили отремонтировать и подключить поврежденную линию электропередач «Каховка-Титан». Однако электричество по ней подается в усеченном объеме – до 250 мегаватт. Его по-прежнему не хватает для полноценного обеспечения потребностей крымчан. Продолжение следует...